Сегодня я решила начать подготовку к Новому году. Купить все игрушки, потому что игрушки, которые были до этого, они не подходят. Они стеклянные. Сейчас в доме слишком много котов для стеклянных игрушек. Это небезопасно. Поэтому буду пластик покупать. Сейчас решаю в какой-то цветовой гамме. Я даже съездила на опрашку, но там как-то мне вообще все не понравилось. Приехала в Максидом. То, что в Максидоме всегда все красиво и, собственно, елкой встала в Максидоме покупаю. Но для начала возьму, думаю, белые шарики. Вот. И всякие белые такие штуки. А под нее буду вторую цветовую гамму. Так у меня три года подряд была елка красно-золотая. Но сейчас я хочу определенно что-то другое сделать, потому что те шарики так и останутся. Они из стекла, но вешать я их просто не буду. Очень красивые стеклянные шарики, но небезопасно сейчас совсем будет. Мне в этом году определенно хочется всякие такие штучки повесить. То есть не только шарики. Шарики пока вот взяла всякие белые. Два набора. И под них буду подбираться. Хочется всяких вот таких вот штучек. Буду собирать по-разному, видимо, магазинам. Ну посмотрим. Пока что, в общем, выбрала только белые. И дальше сейчас буду решать второй цвет, какой будет. Холодные белые и тёплые белые ещё. Ну они, я думаю, на елке вместе будет очень красиво смотреться. В общем, взяла я ещё на что вешать. Потом это показывала уже. Вот таких штучек разных. Сусулька добрала. Второй цвет я здесь не нашла. Скорее всего, я иду вобби там смотреть. Я сейчас ещё ёлку возьму. А вобби сейчас сравню цены на на другие ёлки, на которые пониже для вольеров. Чтоб девочкам поставить. И мальчикам нашим. И лобби заодно допустим ещё остальные шары. Итак, день второй. Теперь вобби. А тут должны купить все игрушки. Уже остатки. И сравнить цены на ёлки. Где дешевле взять? Максидом или вобби. Потому что нужно много ёлок. И выбрать ёлку или пихту. Потому что, в принципе, домой брала пихту из той точки зрения, что она не сыплется в вольер. То можно и ёлку взять. Или ёлку больше по запаху прикалывает. Так что посмотрим сейчас всё, что есть вобби. Но вобби, вроде, побольше выбор всего этого. Не знаю, почему я с ростом не поехала. Видимо, потому что захотелось сравнить. Я ещё очень хочу всё-таки в этом году посмотреть здесь вот оленей. Потому что уже который год, год третий-четвёртый, хочу оленя такого. Вот в боксидоме уже присмотрела поменьше размера. Но не уверена, что мне такой большой нужен. Ну, в общем, очень хочется. И игрушек здесь реально намного больше. Здесь определённо мой рай. Мне кажется, я определилась, какого цвета будет ёлка. Смотрите, какая здесь всякая милота. Вобби, да, поболее выбор, я бы сказала. Сильно поболее. Много очень всяких красивеньких таких идеальных. Я подумала, ещё надо серый цвет добавить. И будет отлично. Хотя здесь и бирюзовый красивый. В общем, здесь прям такой рай для девочки. Первый раз, наверное, у меня такого цвета будет ёлка. Мне кажется, я нашла ёлку своей мечты. Ну, вот мне стыдно же такое продавать. Ну, просто треш. Ну, вот можно ещё. Уже украшено. Экономия. Новинка. Господи, просто треш. Сколько это новинка столько? Что? Да, я чего-то в этой жизни просто не понимаю. Шесть тысяч, как вам ёлочку? Ну, вот здесь ситуация в Максидоме. На самом деле, я надеюсь, кому-то это будет полезно, кто тоже себе будет выбирать живую. В Максидоме нет вообще ёлок, там только пихты. Я думаю, несколько ёлок всё равно взять, кому-то поставить. Девочка может опять пихту. Вот то, что у них обычно долго всё это стоит. Но здесь вот есть недорогие. Ну, вот, которые развернуты, ничего так смотрится. Но некоторые прям вообще убого. Вот, а пихта, по-моему, здесь как-то подороже сильно. А, это ель голубая. Блин, офигеть. Они реально вырастили голубую, еле срезали её. Она же растёт просто немеренно долго. Странная история за такие копейки. Так, сейчас посмотрю, кому-нибудь мы что-нибудь отсюда выберем. И кто меня встречает? Тот же, кто меня и провожал. Куняша. Пойдём домой, а. Почему, Куняша? После прогулочки. Сейчас упадёт. Подожди. На, Кунчик. Кун больше всего любит мой живот. Постоянно то его лапкой трогает, то облокачивается. На, Куняша. На, Куняша. Любимое место для поспать. Да, снимаю тебя. Куняша. И Миссия пришла. Ой, и Пуся. Ну все пришли. Все котейки пришли. Устал за ночь. Гулял всю ночь. Облепили котики. Кусь. Куся. Миссия. Миссия. Миссия в камеру хочет. Да, покажи на камеру какая ты хорошая, добрая киса. Ты моя урчалка. Вот это все. Одно. Все на месте, мисс. Все на месте, Миссия пока. Ах. Все на месте. Ах, ах. Торг? Орп. Торг. Где ты там? Где ты там, кошка? Кошка. Жалко, что в роддоме нельзя собакотейку взять. Я бы собаку-нибудь котейку взяла на всякий случай. Для моральной поддержки. Ну, конечно, конечно, кошка, да. Пожалуй, это самая красивая ёлка, которая когда-либо у меня была. Её можно просто рассматривать. Это была первая ситуация, когда уже не знали, куда вешать шары. То есть обычно не хватает шаров, не хватает украшений, что-то докупаешь, и тут просто не знали, куда уже вешать. Все вот эти вот застёжечки, которые лезьки, их было 150 штук, они все ушли. Её просто можно рассматривать. Причём рассматривать со всех сторон, она украшена. И можно туда внутрь заглядывать, и там тоже что-то есть. Мне прям очень нравится, она такая зефирная, у меня такого никогда не было. Смотрите, тут олени пасутся. Белочки. Сосулечки. В общем, она просто, я в таком восторге, и мой любимый цвет. Кто давно смотрит, уже знает, он отлично сочетается с розовым. Такая прям зефирная-зефирная ёлочка. Я очень хотела вот таких украшений много, ну типа такого, вот большие банты. Но они такие дорогие, просто нереально. То есть изначально я хотела ёлку такую белорозовую и вот такие штуки всяких купить. И большие банты такие, ну большие цветы, большие игрушки. Ну это что-то очень прям дорого, и я так подумала, что, скорее всего, коты это растрепают, и будет очень жалко. Так что получилось вот так. Может, мой чётик есть? Ну это очень прям, я не знаю, я так кайфую. Вот смотрите, то есть просто кажется, игрушку можно рассматривать. А мы забыли купить верхушку. Вот её надо будет докупить. Ну а так, собственно, всё прям готово. У них шмачочки, эти такие ещё есть. Ну если я буду ещё в обе, то таких ещё докуплю. Мне прям понравились, как смотрятся они. А вот другая белочка сидит. И вот ещё один олень пасётся. В общем, я прям, я не знаю, мне переполняют эмоции от этой красоты. И всё это пластик, потому что котята, куны и другие коты, они не трогают. Ну так вот чуть-чуть по низу они там могут что-то снять, но в целом не трогают шары. За два года, когда были стеклянные шары, особо ничего не разбилось. А вот Руфи и Луна, я ещё не знаю как. Пусть хоть на видео останется в памяти. Но без этого она не так смотрится, потому что шарики не яркие, а такие все светленькие. Ну вот тоже красиво. Эх, пусть она в памяти останется на фото и на видео, пока я Руфи не трону. Особенно меня восторг вызывают вот эти шарики. Жалко, розовых таких не было. Ой, могу ей что-то показывать. Тут можно, видите, заглянуть, и там так будет красивенько. Даже вон там сзади снежиночки всякие. Такие же хорошие домашние, которые вообще не обращают внимания, да? Хотя ёлка живая. Вроде как запах для них. Красота. Продолжение следует.